Слава Господу! Бог благ! Моего дети, любящие дети. И я верю, что этот день на самом деле Богом предназначен для того, чтобы еще больше явить славы в нашей жизни. Откройте свои сердца для Господа. Пусть сегодня каждая душа нам вызывает к Нему в искренней молитве. Знаете, пусть эти слова, они будут простые, но не будут искренни. Господь, Ты мне помощник. Евреям, 13 глава, 6 стих. Так что мы можем с уверенностью говорить? Господь мой помощник, мне нечего бояться. Что может сделать мне человек? Знаете, эти слова, они были сказаны человеком, который множество раз переживал в своей жизни разные ситуации, которые были связаны не с его какими-то плохими поступками, из-за того, что он был верующим человеком, который нес то слово, которое Бог доверил ему множество раз. Когда он говорит о своей жизни, сколько раз ему пришлось страдать от злых людей, быть побиваемым, сколько пришлось терпеть разных притеснений от людей. Но он говорит, знаете, Господь мой помощник. Пусть сегодня каждый из вас, вы увидите Бога помощником в вашей жизни. Может, у кого-то была какая-то ситуация, вы казались, вот эта ситуация, вот-вот, уже вроде рядом, уже сегодня придет какое-то решение, придет уже концовка, и ты смотришь, раз, не получилось так, как получилось. Даже сегодня множество людей, которые ожидали, что ситуация в стране, она быстро переломится, но она не переломилась. Откуда взять силы идти дальше? Откуда взять силы? Эти силы можно взять только у Господа. Я верю, что сегодня есть сила Божьего освящения в жизни каждого, знаете, как истинного верующего. Тот, чьи сердце сегодня открыто, и тот, кто ожидает, Господь, дай мне силы, дай мне силы. Господь, Павел говорит, Господь мне помощник. Потому что всякий раз, когда есть какая-то ситуация неразрешимая, и надежда где-то угасает, мы всегда становимся добычей для лукавого, когда ожидание, оно не оправдалось, мы становимся добычей для лукавого, который пытается, знаете, как вымотать нашу душу для того, чтобы она не имела сил дальше идти. А я хочу сказать, Господь нам помощник. Может, сегодня вы тот человек, который уже дошел в своем душевном состоянии, в край, уже нету просто моральных сил. Я хочу сказать, Господь есть помощник. Господь мой помощник. Как важно сегодня для нас, как для верующих людей, утвердиться в этой истине Бог без перемен. И я хочу сказать, временами в своей душе мы идем сами. Временами мы сами себя истязаем и теряем вот эту важную энергию душевную, духовную для себя. Мы теряем. И мы легко потом попадаем под какое-то обольщение, мы легко попадаем под какое-то осуждение, мы легко очень попадаем. Почему? У нас нету сил противостоять. А я хочу сказать в этой ситуации, Господь мой помощник. Мой помощник. Вот почему сегодня я верю, что для нас, как для верующих, многие обетования, они должны оживать, они должны становиться светом сегодня для нас. Господь мой помощник. Пусть никто не ищет где-то для себя утешения в другом месте, как только в Господе, пусть даже в это утро или в эту ночь, или в этот вечер, когда, может, вы уже лежите на своей кровати, поразмышляйте, пусть мысли, они устремятся к Господу. Господь, ты мой помощник, веди, открывай. Я так нуждаюсь сегодня в том, чтобы ты меня поддержал. А может, кто-то сегодня имеет угрозу от каких-то людей. Павел с таким, знаете, как даже сарказмом, говорит, что сделает для меня человек? Чего дыхание зависит от того, кто создал его? Зависит от Бога. Что сделает мне человек? Я верю, что каждый из нас, мы пройдём этот путь, который Бог определил для нас, и нам решать, кого мы будем выбирать сегодня для себя в помощнике. Сколько людей сегодня, которые разочарованы, вспоминают о каком-то времени, когда была жизнь наполнена благодатью, силой. Вы только вспоминаете об этом. А я вам хочу сказать, остановите своё воспоминание. Почему? Потому что Бог сегодня, в этом дне, в сегодняшнем, желает точно так же действовать, открыться для нас, чтобы каждый увидел, что Бог мой помощник. Что сделает для меня? Что сделает мне человек? Ничего. Потому что Бог мой помощник. Он моя. Он моя защита. Он моя опора. Он моя поддержка. Дорогие, пусть Бог благословит, и пусть этот день будет началом этого твёрдого провозглашения, понимания для меня. Бог мне помощник. С любовью, Владимир Дзюба. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok